Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания «Исход» на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассматриваем 29 главу. И с вами сегодня слово я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Николай Ивановской Средиземской семинарии Российского Православного Ассистема. В прошлое занятие мы рассмотрели главу 28, где говорится о постановлении избрания, вернее, Арона как священника, о постановлении священнослужителей, будет сказано теперь уже в 29 главе. И мы с вами подробно, насколько это возможно, рассмотрели значение священнических одежд, их прообразы, которые указывают на необходимость достойного принятия благодати священства, указывают на то, что на священнослужителей лежит особая ответственность за народ Божий, ведение его в Царствие Божие, и особые на него возлагаются обязанности. И вот теперь дальше это будет видно более так, скажем, насколько это возможно, ярче, что ли, в 29 главе, как поставляется именно священнослужитель. И мы читаем с вами с первого стиха. «И вот что должен ты совершить». Это дается указание Моисею, как он должен совершить, поставляя Аарона в священники. «Вот что ты должен совершить над ними и все, которые были призваны вместе с Аароном, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из валов, двух овнов, без порока, и хлебов пресных, а пресныхов, смешай с елеем, лепешкой пресной, помазанных елеем». То есть мы видим, что снова приносятся жертвенные животные. Жертвенные животные — это всегда пролитие крови в Ветхом Завете, это всегда указание на кровь Господа и Спасителя Иисуса Христа. Здесь же так мы видим, что сказано и о пресныхах, и о елее. Хлеб — это всегда тоже указание на Христа. Христос говорит, что «я есть хлеб живой, шедший с небес». Далее говорится, что необходимо его помазать елеем. Елей в священном писании Ветхого Завета — это всегда указание на благодать Святого Духа и на Дух Святой как личность. Итак, в книге Исайя, например, 61 глава в 1 стихе, есть такие слова, которые ярко выражают то повеление, которое здесь дается Моисею в приготовлении Аарона к священническому служению. Например, я всегда предлагаю вам открывать книгу Священного Писания. Надеюсь, что она у нас с вами, когда мы проводим эти занятия по изучению, всегда находится рядом. И вот 61 глава с 1 стиха сказано следующее. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благоставать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, узникам, открытие темницы, проповедовать лето Господнее благоприятное». Действительно, когда дается это повеление Аарону, то говорится в 5 стихе, «И возьми священнические одежды и облики Аарона в хитон и в верхнюю ризу и в ефот». В хитон, в верхнюю ризу. Это указание на день Пятидесятницы. Господь Иисус Христос, если мы с вами откроем, например, Евангелие от Луки, 24 главу, 49 стих, то Он дает предупреждение, вернее, совет апостолам, чтобы они никуда не отлучались из Иерусалима и дождались того состояния, когда на них сойдет Дух Святой. И это состояние, как Господь говорит, есть не что иное, как такое одеяние в Дух Святой. Можно даже сказать и так. Вот как этот стих звучит дословно. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». Здесь прообраз того, что Моисей облекает Аарона, точно то, что сбылось уже в Новом Завете в день Пятидесятницы, когда апостолы облетеклись благодатью Святого Духа и пошли благословить мир, как мы это читаем в Деянии апостолов 2 главе, что Дух Святой сошел на них, и они получили тайну говорения на иных языках, на иностранных языках. И, как говорится об этом в книге «Деяниях апостолов», в принципе, она у нас совсем здесь находится рядом, можем даже это прочитать, сказано следующее, это четвертый стих, «И исполнились святого Духа и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И девятый, двенадцатый стих, «Все изумлялись, там были люди разных национальностей, они здесь перечисляются, иудеи, из Каппадоки, Понта, Асии, Фриги, Памфилии, Египта, части Ливии, Критяне, Орвитяне, и все изумлялись и не удумевали, говорили друг друга, что это значит, что мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Этот прообраз, который здесь в постановлении священства, священство облики, говорит его в одежду, взбывается в Новом Завете, когда апостолы облеклись благодатью Святого Духа. Далее мы читаем с вами следующие стихи, ну, например, на что я сказал, что невозможно все прообразы рассмотреть, которые есть в Священном Писании. Здесь, ну, седьмой стих, конечно, хотелось бы особо выделить. Здесь сказано, «Возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помашь его». Опять говорится о благодати священства. Елей — это прообраз, как я сказал, Святого Духа, но и также и премудрости, и разума, и совета, и ведения. Вот, например, что об этом сказано у пророка Исаия. Опять можно вернуться к пророку Исаии и посмотреть у него это удивительное выражение, которое описывает то состояние, которое дает помазание Святым Духом человека, поставляющегося для священного служения. Это Исаия, 11 глава, 2 стих. Вот здесь перечисляются дары Святого Духа. «И почеет на нем Дух Господень, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». То есть Дух крепости, Дух ведения, Дух благочестия, разума, премудрости в тот день. С рукоположением, как я и говорил в предыдущих беседах, дается дар Святого Духа. Поэтому всякая церковь, которая поразглашает себя таковой, но не имеет апостольской преемственности, как мы говорили это неоднократно в некоторых, до предыдущих беседах, она, в общем-то, такая бездарная и безблагодатная. Нет здесь ни Духа премудрости, нет здесь ни Духа разума, нет здесь ни совета, нет здесь ни ведения. Если, может быть, и есть какой-то и разум, и премудрость, то это скорее имитация, безблагодатная, такая секулярная и какая-то самочинная. И мы продолжаем далее. 29 глава, 20 стих. Есть такие интересные слова, что Арону Господь говорит, говорит, чтобы Моисей помазал Арону и 20 стих, вернее, извините, 29 глава, 20 стих, сказано так. «И заколи овна, и возьми кровь его, и возложи на край правого уха Аронова, и на край правого уха сынов его». Что это и зачем возлагается кровь на ухо? Это, в общем-то, прообраз того, что Арон должен слышать наивысшие повеления от Бога. Господь, как мы споем с вами и в церкви, утверждение над Тебя надеющимся, утверди Господи церковь, и уже стяжался святой Твоей крови. И вот священник Арон здесь, в данном случае, как он поставляется, он должен всегда помнить, что он действует не своей силой, он должен помнить, что он поставлен не своей волей, он должен помнить, что он поставлен Богом свыше, и всегда помнить, в чем, кто он и чье он наследие. В общем-то, наше священное началье — это наследие Христа. Поэтому всякое, такое бывает, иногда хочу так предупредить и себя, и всех, всякое хамское отношение или отношение осуждения по отношению к священному начале — это всегда опасное состояние человеческой души, которое рано или поздно приведет человека то, к чему это привело, если я уже употребил это слово «хамское», когда хам посмеялся над своим отцом. А в Священном Писании апостол Павел пишет, что просто некоторые могут сказать, это говорится о родителях плотских, не только. Вот апостол Павел, например, в послании своем, можем опять же открыть и посмотреть, первое послание к Коринфянам, есть такие слова, где он говорит о том, что… Да. Вот. Сейчас, секундочку. Идем. Это четвертая глава, пятнадцатый стих. Сказано, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть, есть рождение по плоти, а есть рождение по духу. Рождение по духу — это рождение благоествованием, благоуестием. В этом смысле священник — это всегда тот, который своей проповеди Евангелия родил человека в жизнь вечную и как бы сподвигнул его к первому таинству покаяния и крещения. И вот кровь на ухо означает, что священник должен и помнить то, от кого он получает эту благодать, и мы должны не забывать, кем он поставлен. И 29 глава, 27-28 стих, говорят, есть такие слова, что когда животное заколается, оно разделывается, кровь возливается на первый жертвенник, который перед скинией, и сказано «возьми грудь, а то вна, вручение которого для Аарона, и принеси его, потрясая пред лицом Господнем, и это будет твоя доля». То есть потрясание грудью животного, потрясание плечом всегда означает то, что жертва Христова у человека, священник всегда помнит о том, ради кого принесена жертва Христова, что всегда это должно быть у него на сердце. Далее говорится о том, что священник должен записать имена и носить их на раменах своих. То есть это, опять же, указание на то, что священник предстоит и молится за весь народ. Но в первую очередь, снова и снова повторю, это указание на Христа Спасителя, на первосвященника, которого предстоит перед Богом после своего славного вознесения, как сказано в символе вере, сидя и одесную Отца.